Поговорить про то, как настроить вокруг себя окружение позитивное. Ведь если ты на позитиве, у тебя идут хорошие мысли. Если у тебя идут хорошие мысли, что излучаем, то и получаем, да, и ты получаешь это же самое. Поэтому, вот знаете, те, кто в негативе на самом деле, их понять можно, знаете, почему? Им плохо. Счастливый человек, представляете, который вот влюблён, который нашёл мужчину или женщину своей мечты. Он будет что-то там, какой-то негатив выплёскивать или писать что-то, или звонить тебе, я не знаю, он будет? Нет, он не будет, он счастлив, он хороший, у него, ну, в смысле, у него всё хорошо, да, и он хорош тоже. Нет, если человек, который получил, я не знаю, приз какой-то там, вот, я не знаю, диплом какой-то получил, победа у него случилась, он будет говорить что-то в очереди вам, я не знаю, или из машины там открывать дверь и орать вам что-то, он будет? Он не будет, потому что у него всё хорошо. Он только что получил, я не знаю, премию. Даже если наоборот ему кто-то что-то скажет, он ещё в таком состоянии классном, что он даже вот это пропустит. Кричите, орите, мне так всё равно, понимаете? То есть смотрите, когда в вашей жизни появляется случайный прохожий какой-то человек вообще извне, и пытается вот это вот, вот это вот, у него плохо всё в жизни, поймите, у него какая-то проблема, она вас не касается. Негатив излучаешь, негатив получаешь, ты ловишь его, поэтому, ну, вот таким образом. То есть разобрали ситуацию, если человек абсолютно посторонний, как справляться с негативом, разобрали ситуацию, как с негативом работать, если человек этот, можно там заменить, убрать из своей жизни. Третий, третий момент, если это родственники. Не можешь ты послать его, да, и сказать, слушай, я найду другую подругу, я найду там другого мужа, другую жену и так далее. Это родители, брат, сестра и так далее. Близкие, дальние родственники, но они родственники. Что с этим делать? Здесь мы меняем формат общения. Ну, вот я вот в игре «Привет, Селеная» про это рассказывала, да, это один из шести пунктов к нашим желаниям. То есть есть шесть пунктов, если ты их выполняешь, ты притягиваешь это желание к себе. У кого-то на третьем пункте оно приходит, у кого-то, кому-то нужно проработать, да, и так далее. Но вот один из шести вот этих звеньев, из шести, именно вот эта проработка с негативом. И менять формат общения. Допустим, мама, ну вот все было хорошо, но вот что-то на негативе постоянно, либо еще, знаете, бывает, не дай бог, конечно, но такое бывает, что говорят, там, у тебя не получится, там, и так далее. Что-то там какое-то, на дизайнера пошла, надо на экономиста идти, там, учиться и так далее. Или там замуж выходишь, да, она говорит, боже мой, кого-то там нашла, что-то там это, это, и вот это, и говоришь, мам, блин, ну что такое, ты можешь меня поддержать? Жизнь моя, хочу, и вот хочу, ошибусь, да, это будет мой опыт и так далее. Разговаривать можно долго, правда, но это не решение проблемы с негативом, это ты высасываешь свою энергию. Вот эти все просто разговоры с теми, кого мы не можем поменять, родители, друзья и так далее, это, пролистая комментария, посмотрю, слышно, 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 все, пишут, что слышно. То есть здесь пустые вот эти вот разговоры, они только выкачивают энергию. То есть ты вот это маме доказываешь, доказываешь, ты свое, она свое, ты свое, она свое, ты устал, ты все, и говоришь, господи, какая ты у меня негативная, и она думает, что ты негативная, и вот это все какое-то вот происходит. Поэтому что делаем, что вот опять же, да, вот как вот это все, все это выстроить, какой способ я тоже для себя уловила. Ты конкретно говоришь, ну, меняешь формат общения и говоришь, давай по сути, по делу, ты говоришь там, все плохо, что плохо, давай, что плохо конкретно. И раз уже человек уже приходит в себя, то есть вот этот поток, поток негатива, неосознанный причем. Люди ловят осознанно, а они неосознанно вот это поливают, поливают, а люди хватают. И как энергетические вампиры им потом хорошо. Поэтому говоришь, стоп, подожди, что все плохо? Что у тебя плохо? Человек сначала потерялся, а потом начинает что-то придумывать. Ну, надо же что-то ответить, да, и он говорит, да вот, на даче мне никто не помогает. Вообще там еще что-нибудь, я не знаю, или там покрасить не можете, мне там стены дома, помощи нет никакой от вас там и так далее. Ты говоришь, стоп, все понятно, мам, хорошо, давай, допустим, надо какую-то проблему решить. Все, вы нашли краску, либо мастера, либо на дачу послали кого-то, все сделали, что мама просила. И говоришь, во-первых, мам, ты не могла мне сказать, что тебе реально нужна помощь? Вот ты понимаешь, что ты говоришь мне, все плохо, а когда ты сказала, что мне нужно покрасить стену, я понимаю, о чем ты говоришь. Я вообще по-русски разговариваю, да, но вообще не важно, мы на одном языке с тобой говорим. Я понимаю, что нужно сделать. Поэтому давай на будущее договоримся с тобой, что ты будешь говорить не вообще, а конкретно, что нужно сделать. И я всегда приду на помощь, я тебе помогу. Давай так. Ну и все, и мама вроде как поняла, что там она может просто промолчать, да, сначала. И второй раз, когда приходит такая ситуация, да, с этим же человеком. Ну, просто маму взяли в пример, да, тот человек, которому не можем поменять, мама есть мама. И она опять что-нибудь там начинает говорить. И вы опять концентрируетесь на сути. Подожди, сейчас что? Давай к решению проблемы, что ты хочешь. И вот таким образом она привыкает, привыкает, и она понимает, что просто так нести вот все подряд, да, нести, нести, ну, я ни в коем случае там не без уважения, да, просто вот именно вот как помелом, да, просто вот все подряд выходит, и что жалуется и так далее, что это уже к вам точно, для вас уже точно не прокатит. Поэтому уже будет, по сути, какие-то предложения приходить и так далее. Либо просто человек находит другой себе объект, потому что ему важно вылить это все на кого-то. Но на вас это больше выливаться, поверьте, не будет.